Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию. В каком-то смысле перевернула и мою жизнь. Хочу, чтобы цель ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама. Бог открылся для меня как друг. Я когда-то сюда приехал на реабилитацию, честно скажу, не в первый раз. Но этот центр для меня много значит, потому что такой был, прямо скажем, переломный момент. Ну могу сказать так с уверенностью, что я здесь родился вообще, так заново. Потому что приехал сюда просто худым, никому не нужным наркоманом. Приехал из Петербурга, а уехал уже, можно сказать, личностью, человеком. Я сюда приехал в 2007, по-моему, или 2008 году. Зимой, 12 декабря. Вот могу рассказать, как я сюда приехал. Это было вообще ужасно, потому что до этого 4 месяца это был какой-то просто ад вообще. В нашем городе появился героин какой-то плохо перемешанный. И я мог вообще передознуться каждый день, там раза по три. И просыпался то на снегу, то там, не знаю, в земле какой-то вообще. И уже родители от меня отвернули все, сказали, да давай все, уедь, короче. Папа сказал, лучше бы ты один раз умер, чем мы тут с мамой. Каждый день я вообще тебя хороним, короче. Я из последних сил собрался, где-то нашел деньги и доехал до Ивана. Наверное, человек, который сюда приезжает и вдруг там через дней 20 становится трезвым. В нем просыпаются естественные какие-то там потребности вообще. И вот, то есть, он начинает видеть, что жизнь прекрасна, все. И он такой, приходит самообман, что все классно, можно ехать, можно домой валить. Меня ждет дома мама, меня ждет дома папа. И сейчас меня встретят, я уже другой. На самом деле, такой обман вообще конкретный. Вот, и искушения были практически каждый день отсюда уехать. Потому что ведь так, если по-честному, все это не просто, жизнь меняет не просто вообще. Это ты должен каждый день, ну не знаю, что с собой делать. Здесь есть режим, здесь есть какие-то определенные правила, с которым наркоману вообще просто, ну, ужиться непросто. Надо себе столько сломать всего, чтобы вот просто прожить здесь. Поэтому, если бы я хотел пожелать что-то ребятам, которые приезжают сюда, это делать правильный выбор каждый день вообще. В свою пользу вообще, потому что будет легче проходить до конца. Как в знаменитом стихотворении, что такое хорошо, что такое плохо. Вот просто есть хорошо, есть плохо. Все, что было до этого, это плохо, и это плохо, ужасно. Сейчас хорошо все абсолютно. Есть, конечно, всякие сложности обычные, жизненные. Но в основном все очень хорошо. Потому что была смерть, теперь жизнь. Была тьма, теперь свет. Была ненависть к людям, был обман, было воровство. Сейчас все как-то наполнено смыслом, любовью, уважением, просто, ну, добром. Работаю в фотоателье фотографом, занимаюсь отчасти там видеосъемкой. У меня есть прекрасная жена, которая родила мне двух парней подряд. Это просто, вот это просто, это и чудо, и следствие именно божьей любви ко мне, для меня. Потому что я бы никогда не мог подумать, что у меня в жизни что-то будет подобное. Вы можете обратиться в реабилитационный центр «Выбери жизнь» за помощью. Редактор субтитров А.Семкин